Народ, привет! Наконец-то мы уже купили билет, наконец-то мы уже пошопились, указали вам все цены. И мы идем в старый город, мы входим в старый город. Наташа тут фотографирует на каждом шагу, это круто. И вот он, старый город. Кстати, было солнышко, сейчас снова немножечко тучки набежали, был ливень. Ну, как, в принципе, и было обещано, плюс 13, сейчас, наверное, плюс 17 уже где-то поднялась немножечко температура. Так что путешествуем, давайте даже уменьшу. Путешествуем с вами в центр, то есть старое место, старый, древний город. В древний город просто вот заходишь и смотришь все, что попадается на глаза, потому что все здесь красиво, все здесь старинно. Ай, красота! И это находится, наверное, в одной минуте от нашего отеля, в одной минуте, даже не в пяти, в одной. Ой, снова солнышко выходит, красота какая! Давайте-ка перейдем, наверное. Кстати, вот такие кабриолетики, это машинки с гидом, и они уже ехали. Ай, красиво! Просто наслаждаемся Краковым. Наташа в шоке. Такое сказочное место. В хорошем шоке, да? Это не шок, это так приятно. Еще здорово. Мы, кстати, все названия выписали, но поскольку у нас такой стресс произошел, что нам переносили и отменяли рейс, и мы провели одну ночь, которую уже должны были провести день и ночь в Кракове, в Абу-Даби, в хорошем дорогом отеле Мариот. Но все равно, конечно, компанию Мизер мы не рекомендуем. Ай, все, хорошо, посмотри, как красиво, какой домик. Мне так нравятся вот эти маленькие домики, домик в домик. Слушай, это индийский ресторан, посмотри, Индиан Масала, он же есть в Эмиратах. Конечно. Ну вот, кусочек Эмирата всегда с нами. Ага, индийский в Эмиратах, да? Посмотри, какая красота, какие дома, какие фасады, боже, какие цвета. Красота, и солнышко снова зашло. И как небо летит все облака. А-а-а. Даже не знаю, я то увеличиваю камеру, то уменьшаю. Давай, наверное, так пойдем, Наташ? Пойдем так. И, по-моему, тут должна быть Вавельская башня, Вавельский холм. Много всего. Опять-таки, повторюсь, много всего мы выписали. И успешно забыли, как оно выглядит, как оно называется. Я думаю, просто мы, как обычно, берем вас с нами. Мы идем, исследуем, смотрим, восхищаемся. Ну, народу так прилично, скажу вам, народу прилично. О, на сколько рак есть. Магазин сувенирный, с иконами. Наташу подождем, она идет. Красота, потому что смотрим красоту. Ну, вот, сколько мы смотрели, мечтали, доберемся ли мы. Ура, добрались. Давай туда, внутрь пошли. Ну, рассказывайте. Что это такое? Посмотрите на лево, подивите направо. Просто идите и наслаждайтесь. Ой, а ты посмотри, там шарик летает. Там реставрация. Ага. Аккуратнее. Смотри, 1763, вот она пошла. А потом, 1663. Аккуратнее. Не знаю даже. Ну, что ж, идемте, обходим центр города. Очень классно здесь, что можно погулять пешком. Спасибо, что дождь прекратился. Потому что, по прогнозам, три дня, которые мы здесь, должно было лить, заливать. И мы очень расстроились. Ну, вот, солнце вышло. Ливень мы уже переждали немножко в моле. А, вот эти две башни, мы про них читали. Это строили два брата, как обычно соревновались. И один убил другого. И построил все-таки башню выше. Вот и все, что вам нужно знать о вымышленных братах. Ну, они были родными, да? Да, конечно. А вы вымышленные еще? А ну, посмотри, какие-нибудь речи. Вот, с зубами прям. Обррр. Я же их сначала не заметила. Так тут все, весь прикол в детали. А, чуешь? Грает. Киевы мей. Я к тебе не любит и киевы мей. Ха, класс. Да, да, я слышу эту мелодию. Ты кто-то с брошей за руку? Возьми, еди, и покажи. А это что, часы солнечные, да? Ну что, довольна? Да. Наконец-то. Особенно погода я очень довольна. О, вот, наконец-то нужно узнать, что это такое. Ну, давайте. По-моему, вавельский холм, вавельские башни. Ну, опять-таки, я... Все, что выписали, все вырю. Пожалуйста, да. Экскурсовод вперед. О, визит. А ну, приблизь меня, пожалуйста, что там за сеткой. Еще приблизить? Да. Наверное, что-то из Библии, правильно? Да. Мы подниматься будем наверх? А я не знаю, что-то... Давай посмотрим, что там. Давай. Давай тогда переворачиваем, идем вот сюда вот. А там, наверное, билеты надо покупать, правильно? Поднимаем, вот все туда вот. Ага, ну давайте посмотрим, у нас что же у нас с билетами. Базилика Мариатская. А, это... Мариатская базилика в Кракове. Ага, вот сейчас туда и пойдем. Друзья мои, вот береты, смотрите, это отдельно посетить 20 злотых в башню пойти, но на башню время, да? На башню время вот 20 злотых. И наше время на 15.05. То есть пару часов нам еще погулять, самое ближайшее. А зайти в базилику стоит 15, и мы сейчас пойдем в базилику. Это для взрослых. А для детей 12, для детей 8, а там для взрослых 20, для детей 12. Так что одни билеты показываем, одни билеты прячем. Все, прям переходим, уже купили. И идем, это Мариатский костел, очень много про него читали. Значит, много там стилей. Барокко, Ренессанс, Рококко. Нет, Рококко... Рококко, это вообще что-то из бренд 4S, прошу прощения. Просто здесь еще есть деревянный алтарь и много сцен из Библии. Вот что мы читали. Сейчас перейдем, вам покажем. Что-то мужик закрыл дверь. Добрый день. Добрый день. У нас есть время, в что время? Ага. В иншильбок. В иншильбок. В иншильбок. Нет, мы уже в предвал. Ну вот, как красиво. Наверное, я помолчу, пожалуй. Вот такой он, Мариатский костел, про который мы столько читали и мечтали сюда попасть. Очень красиво. Очень напоминает мне Михайловский собор. Снова я сравниваю. Но тоже так там было тихо, спокойно. Можно сесть, посидеть, отдохнуть с дороги. Давайте все с вами посмотрим. Просто где-то. То есть, донейшн. Кладете и свечечку можно поставить. Такие свечки, кстати, тоже в Канаде были. Очень меня это удивило, что именно вот такие свечки. Вот это экскурсия у кого-то. Очень большой. Ого. О, вот он-то на самом деле. Ух ты. Красота какая. Сейчас еще вам покажу. Давайте просто развернусь, чтобы все великолепие вы посмотрели вместе с нами. Вот, то есть, вход был слева, откуда сейчас люди заходят. Сейчас давайте посмотрим. Такие золотые барельефчики вижу. Очень, конечно, впечатляет. Ну, папа римский. Вот это просто очень-очень большое строение. Которое. Оно нет, не давит на меня. Оно так очень впечатляет. Так, все идут сюда. Каплица. Ржемиена. 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 Так, лучше я не буду читать. Наверное, от папы римского. Здесь, наверное, похоронены святые и деятели Польши. Знаете, очень хочется еще здесь посидеть и отдохнуть. Просто вот посидеть и отдохнуть. В таких местах всегда как-то хочется посидеть. Корона, да? Такой символ папы римского. Тут везде разные. Дракончик барельский, что ли? Смотри. Значит, тут все разные сцены. Разные сцены и узоры. Дивись, тут дракон рыбу живет. Тут дракон ягоду. Змея. Ну, дракон. Все будем поесть. Ага, два каких-то чудовища. Действительно. Тут просто ходить и рассматривать. Секровище, смотри, на это чахнет на златом чахнет. Смотри, павлин и я не знаю какая-то. Слушайте, здесь мне классно. А вон это смотри. Наташа успевает все заметить. Сейчас сатана, я не знаю. Вон еще морда тихает. Вот это я поняла. А вот то, что там мощи лежат, черепа. Вот это я не знаю. Где мощи черепа? Ну, вон мощи, наверное, чьи-то лежат. Я не знаю. Ну, черепа же не открытые. Ну, вон, я этого не знаю. Ну, ладно, все. Мы еще и смотрим. Ну, вон черепа сверху, кстати. Ну, это как-то... Ой, какие колонны. Это камни. Это все разнообразно. Угу. Когда люди сидят и делают, делают спокойно. Да, вот хочется просто сесть спокойно посидеть. Какие ветрушки. Скажи, я тоже впечатлилась. Спасибо. 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 Есть. Спасибо. 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 есть и черепа смотрите вот такие да и святые как-то немножко даже не по себе натуральный камень я думаю что ныне-не-не-не-не сейчас люди отойдут как человек как образ ну красиво на горном ну что надо все-таки пройтись вперед очень приятно что снимать и разрушают все Так, ну вот, подошли к самому главному. Дальше уже хода нет, поэтому буду увеличивать вам. Красота какая! Ну, сейчас могу упасть. Давайте, влечу еще. Балкончики. Красота какая! Что за сиденья такие? Служба, литургия написана. Я могу прочесть даже. Знаете, впечатляет. Очень, конечно, рекомендую к посещению. Стоит зайти просто, чтобы почувствовать умиротворение, спокойствие. Посидеть чуть-чуть. Два злотых бросаем и берем свечечку. За мир, конечно же, за победу. Вот, выходим мы уже из Мариатского костела, и вот Наташа обратила внимание. Да, смерть, где мощи и жизнь. Да даже еще, смотрите, там иголки специально, чтобы голуби не сидели. Ага, сейчас, гнездо свили, и все в прекрасном. В общем... Гимн Украине играет. Тихо. По своей стороне. Короче, народ, сейчас погуляем немножко, и через час нам нужно уже подниматься вверх. Покажем вам, что же такое подняться вверх.